всем привет сегодня мы в студии с гамилькарой всем шалом братья и сестры вот представляем новый турнир тут я сейчас кратко его пишу просили меня отдать описание видео нового турнира этот турнир называется мастеров картридж мастер карфагена будет он частью такой большой серии турниров мастер серии каждый турнир будет посвящен этой фракции идея в том что каждый игрок будет играть и за эту фракцию и против этой фракции в итоге мы выявим игрока который умеет играть лучше всего за карфаген и одновременно умеет играть лучше против него ну и так в этом бою сошлись у нас игроки фрики и игрок диабло из плана не просто диабло не просто лидер клана виа милитера надо надо было сказать легендарный диабло из плана виа милитера вот так вот надо было сказать ну да извиняюсь что не дал ему кредит и все ну фракции тут первом бою за карфаген будет играть диабло а за армению идет фрики давай кого хочешь озвучить армению это мнение по поводу армении есть ну давай я чё я могу и армению в принципе поставить более видно а ты как бы пока это самое может запустим на этом на замедленном бафтемпе запустил давай начнем с кавалерий на фланге у нас здесь стоит наемная капотокийка дальше кавалерия идет персидская конница царский катафрак персидская конница персидская конница и на фланге еще одна капотокийка стрелки восточные прачники четыре штуки по центру на флангах совет копейщики восточные по две штуки на флангах ну и топорная линия картийский топорный картийский топорник обычный топорный картийский топорники картийский топорник но и один отряд конелуков вот и вся армения собственно говоря конелуки вот там уже видно карфагенская армия наверно пройдусь по ней сейчас по-быстрому а потом на паузе или на замедление на замедление пусть идет они там как черепахи двигаются у карфагена тут все просто ливийские гоплиты плюс два карфагенских поздних плюс поздний ливийский копейная линия мечная ливийская пехота три сомнита и у тебя микрофон начал буянуть а вот теперь все успокоился так стрелки это ливийские пельтасты 4 ливийских пельтасты и кавалерия скутарии 4 карфагенских кавы скутарии генерал это телохранители то есть такая одна из классических вариантов армии за карфаген все правильно 5 средних пехоты эти пельтасты которые но по составу армии я выразил как-то раз свое мнение когда комментировал твой бой по поводу персидских персидских конец лично мне она не нравится да и и часто берут но я считаю что ну катафрак ты блин катафрак ты должны быть катафрак ну как заменю нету катафракт на мой взгляд это большая ошибка но это как бы персидская конец это ее фича очень эффективной по цене вот то что я понял насчет это персидская конец она очень антикава отлично за счет меня можно контрить парфию кавалерийские фракции а вот против пехоты я тоже заметил что она сливает очень быстро сливается маленькая броня но она еще и при этом очень медленная она медленнее чем писалийка то есть ее начинаешь выдергивать и тут она начинает просто таять потому что она медленно выходит вот катафракт выходит тоже также медленно но у него там броня и здоровье у этой персидки очень мало ну да у катафракта брони сука там 90 а у этой броня 40 до и вот это влияет очень ну а по цене она дешевле на 300 рублей до получается по моему она очень я на 700 всего лишь катафракт еще с чем-то 700 700 790 по моему 720 ну да в двух отрядах можно выиграть один отряд да если сэкономить на катафракт ну исходя из этой логики да я согласен но не знаю я как человек консервативный я считаю что за армению должны быть катафракты и канилуки можно на обычную скорость до включить череда включаем вот здесь подбежала хашечка пытается что-то пострелять но поздний переливийский гоплит это плохая цель в броня 80 у них если они не будут жопу подставлять то ее замучаешься расстреливать можно было попробовать до кого добраться в принципе да тем более вот это кого но хотя броня 65 у карфагенской конца не так мало в принципе на каких-нибудь скутарьев можно попробовать повыцеплять у них там броня 55 до скутарьев попробовать туда и идет похоже фрики своей кавалерии этой хашкой очень легкой вообще дурацкая вот эта хашка очень легкая в плане того что она в ближнем армянские хашки вообще плохие армянских даже стрелковой не знаю почему но они даже стрелковой вот этой вот перестрелки они мне кажется совсем не очень вот эти снаемные скифские это вообще монстры и у них урон больше гораздо 40 если уж брать за армению хашечки одном вот эти вот за 640 либо тяжелый вот эти за 880 они вообще идеально заходит с легкими хашками да мне тоже не нравится ну то есть это многие игроки разделять хотя многие берут их три штуки у них единственное достоинство они очень легкие скифские они просто легкие эти очень легкие их вообще ничем не догнать но с другой стороны не догнать их можно просто игнорировать да они ничего не сделаны они не могут убить луков с натиском но зато они если дать им пострелять они могут фланг разобрать ну посмотри уже начинается вроде бы здесь как попытка завязать бой на фланге навича то есть капотакийка что-то куда-то идет сейчас перехватиться диабло перехватит но все скутари врубая неудача на армении начала немного идут на помощь персидская кого с натискова не она в пехоту заходит бомжей заходит какая-то бесполезная цель и встала чаджа не получала низко не получилось это все кривовато у армении выходит сюда же идут восточные копейки вот выдергивает смотря на 9 человек уже потеряла вообще то есть вообще в пехоту и лучше да смотри в щелочку сейчас может пройти конница смотри карфагенская да она будет цель похоже стрелки восточные прачники но если она под пилом и попадет она моментально уничтожится здесь карфагенская у нее броня то нормально но потеряла 13 человек ну да да в упор окружать опять неудачный натиск капотакийка и то есть просто встала сейчас скутари и начинают пытаются поймать но тут входит генерал на право фланги царский катафракт на помощь приходит это самое грозное оружие в составе вообще у армении может оттащить бой самое грозное оружие в игре ну да он вот этот отряд если его не контрить он в одиночку может изменить исход боя но вот он неудачно просто вошел в ближний бой всего 8 как-то все натиски у армении провалились смотрю я и фланг смотри уже разобрана правый фланг армении уничтожен да но и особых успехов на левом тоже нет просто за счет того что там много войск как-то еще флан держится да я бы честно конница умирает под пельтастами и пельтасты очень стойко выдерживают натиски кавалерий да да эти пельтасты такие вредные для кавалерий вроде видишь значок стрелка бац побежал туда конницы уже через несколько секунд и не осталось ну смотри гонится за стрелками карфагена здесь армения от про своих то забывает смотри конница уже в тылах там гулять оставил без прикрытия 4 у него прачника неприкрытой кавалерии ну смотри опять царский катафраг колонной чаржится в в гоплитов опять даже колонны да ничего он не набил правда он ничего и не потерял практически одного там потерял дикого здоровья но сейчас просто один останется и фиг он что сделает просто один останется он там смотри в тылу восточные копейщики и движутся пара парочка бегает мы с тамарой ходим парой они в тем временем смотри конница заканчивается у карфагена вроде бы как да хотя очень сильные огрызки оставил один огрызок я вижу он сейчас вот замигал будет убегать и один огрызок сажается вот там где царский катафраг стоит и все больше нету я сейчас карфаген теряет конницу то в принципе можно попробовать много стрелки до стрелять до всего я я вот думаю что карфаген затащит а судя по всему здесь здесь похоже на счет этих четырех прачников которых до которых диабло не добрался то есть было одну кавалерию бы он сохранил бы и все одной там легкой кавой уничтожил бы этих четырех прачников и все конец армении был момент когда фланг разобрал карфаген конница оставалась на фланге вместо того что побежать за стрелками в этот момент диабло побежал чарлить по тылам топорников но это глупо потому что пехотный бой так карфаген и так выиграет здесь можно было ему не париться то есть цели сильнее карфаген гораздо то есть эти топорники армянские такая хрень вообще сказала лаконично и содержательно у них вес не маленький здоровья маленькая убить ничего не могут вообще бестолковый юнит ну и диабло пытается своим генералом но это большая ошибка уже четыре в одного сейчас расстреляют просто диабло но что делать ему остается хоть как-то вот накрыть хоть один отряд но он его да и очень до расстреляют ничего тут это единственный вариант был он бы так и так этот генерал погиб под персидской кавой иначе то скорее всего скорее всего вот и вот у нас он сказал что они говно топорники они смотри 140 фрагов на это скорее всего опять ливийские гоплиты но надо то есть это живой щит они перебили а потом на мячах сдохли блин кстати как то странно здесь карфаген проиграл я вот на самом деле вообще да я вначале думаю что он выиграет уверенно армения доводит победного то есть это тоже для меня странно я даже не заметил в какой момент такой перелом то произошло но вот я говорил это когда комментировал твой бой что в матчах против армении конницу нужно беречь конницу мне кажется диаболок только конницу потерял здесь уже как-то его армия даже додавила хотя не знаю хашка 43 фрага сделала конница не знакома там сроки человека кого убивал не знаю натиски даже пытается сделать но получается уверенная такая победа армении вышла мы упустили этот момент как-то внезапно все вначале такие натиски все были кривые в армии ну да царский катафрад колонной входил в гоплита там буквально колонной в три человека он выстроился и заходил он и не смотри если кто выиграть по результатам армии это получается капотокика замечательно 186 и персидка 1 106 115 для кавалерийских юнита просто бесчинствовали ну по пехоте ты посмотри все топоры нарубили да вот я на них гнал гнал да они услышали твою критику и сказать дай-ка мы этому парню покажем что мы можем наверное да уже смотри тут еще восточные копейщики 58 и 43 для них же вообще цели не было я не знаю кого они убивали честно тебе скажу а может они вот этими хотя их ливийские пельтасты их сливают подчистую ливийские пельтасты их убивают в ближнем бою ливийские гоплиты то есть чего они набили какие-то на стероидах это странный бой в общем получился как там и все с тобой права промаркали где кто кого столько на убивали по моу карфагена не сыграла кого это обычно сложно кави сыграть в основном кого нужно карфагену чтобы она не сказала она не я бы не сказал она вообще провалилась 0 4 10 вообще-то какие-то странные результаты но вот это и был ключ к поражению на самом деле диабло то что он очень плохо конец пехота то у него более или менее смотри ливийский 200 набил сам и 98 70 78 но не такие прям фантастические результаты но тоже неплохо но это все это все мяч и фраги потому что они они не бомжей убивали то есть пехота то сыграла как обычно карфагену кроме одного ливийца который провалится 23 вот тогда ну провал пока ве это сильный право пока ве не уничтожил прачников и все что же переходим к следующим радовай просим учетом следующий бой это у нас в этот раз за карфаген у нас идет фрики и его контрит диабло македонией вот этот матч это одно из таких классических противостаний с первого рима даже целые турниры проводили македония против карфагена не примерно равноценные пустили фракции были классический матч-ап один из таких ну да интересный матч потому что то есть македонии чуть-чуть посильнее кава у карфагена посильнее пехота ну то же самое в первом времени на самом деле еще представим у тебя загрузилась до представляй наверное карфаген карфаген на паузе да 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 8 18 у меня ничего начнем тогда с конницы как и в прошлый раз карфагенская конница карфагенская конница наемный кельтские легкие всадники нифига си длинные названия телохранители полководца тоже чуть-чуть на фланг они смещены или по центру по центру вроде но еще два отряда карфагенская конница на другом фланге но привычно уже ливийские пельтостеры четыре штуки на мечная линия наемные знатные воины крутые ребята если зайдут на наемные знатные воины еще один мощнейший фланг получается на левый наемные самницкие воины наемные самницкие воин наемные самницкие вообще пехотная линия мощнейший кошмар да кого он убивать какую пехоту он значит собрался поздние ливийские гопники поздние ливийские гопники поздние ливийские гопники, поздние ливийские гопники и обычный ливийский гопник, не поздний. Да, то есть, ну, мне кажется, неправильный состав, то есть, Кавы мало, Каву не сможет он законтрить македонскую, да, и зачем нужны две знати, то есть, там вся средняя пехота Карфагена бы вырезала всю пехоту Македонии. Ну, я думаю, вполне было бы достаточно вот этих трех сомнитов плюс два ливийца. Два ливийца, да. То есть, так же, как паре, взять еще парочку, и нормально. То есть, так же, как против Армении, такой же примерно должен был быть состав, я считаю, в этом матче. Ну да, шесть кавалерий средних надо брать против Македонии, мне кажется. Можно даже ударку взять, хотя она, конечно, по цене не... Ну, как-то она... Я не уважаю, на самом деле, всадникового аристократа, она мне вообще не нравится. Можно было, как Асерер любит вот этих наемных нумидийцев, дорогущих вот этих вот засранцев, которые там тысячу-тысячу с чем-то стоят. Но их надо беречь, потому что... Ну, конечно, беру их, да. Ну, ладно, давай запустим. Да-да-да, на обычной, допусть на обычной. Все, давай, запускаем. На обычной скорости пусть идут. Я начну представлять, тут первую линию видно на Македонии, да, это копейщики-щитоносцы слева-направо, ну, точнее, я смотрю лицом на Македонию, то есть копейщики-щитоносцы, гоплиты, 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 еще одни копейщики-щитоносцы. Мечная линия по флангам мечи в тораксах и по центру три, я так понимаю, фракийских война будет. То есть, одного тут не видно, двух половина. Да, вот сейчас вырисовываются три фракийских война. Кавалерия, кавалерия пока не видна. Ну, можно сказать, что это четыре фисалейки. Четыре фисалейки, классика, да, конечно, будет. Вот их сейчас вырисовались. И генерал тоже ударная, кавалерия, пять ударок в итоге у нас. И стрелки, это замечательные такие наемные фракийские пельтасты, самые эффективные по цене пельтасты. После того, как они отстреляются, они превращаются в великолепную среднюю пехоту, да? Да, в пехоту, да. Ну, не среднюю, а легкую. Ну, дешевых копейщиков они зарубят. Ну, да. Ну, у Карфагена есть чем на это ответить своими ливийскими пельтастерами. Да, которые в ближнем бою лучше. Но чем лучше фракийские пельтастеры, у них урон 41 против 32 ливийских пельтастеров. О, да, это серьезно. Это серьезно. В плане перестрелки фракийские пельтастеры лучшие. Слушай, по пехоте здесь однозначно мы отдаем перевес Карфагену, да, за счет знатных и сомнитов. Ну, конечно, вообще, кошмарный перевес. Здесь бы, как ты и сказал, там двух ливийцев, трех сомнитов хватило бы. Да. Мы смотрим, повторы нам прислал Фрики, да? Да, от лица Фрики мы смотрим. То есть, за Карфаген сейчас у нас играет Фрики. Бедолага, пытается здесь что-то законтрить, блин, выстраивается в спагетти, но в свою армию все пытается. Он же не законтролит это все. Ну, вот сейчас здесь выйдет ударка. На фланг пытается давить Диабло, то есть он смещается. Ножки Ассеруора, ножки Ассеруора. Ну, тут он в ближний бой посылает копейщиков-щитоносцев. Это хана, это кирдык, наемные сомниты зашли. Все, капец копейщиков-щитоносцев. Ну, ударка хорошо. Фисаликой идет хорошо. Входит в сомнитах, вторым темпом идут мечи в тороксах. Здесь удачно Македония зашла, я считаю. Ну, нет, я считаю неудачно, потому что сейчас сомниты это очень плохая цель для ударки. Ну, почему? Он же натиск им сбил, ввел в мечи в тороксах. Надо ударку просто вытащить давно уже. А, он ее не вытащит, в том-то и вся судь. А я это имею в виду, здесь комикс поддерживает. 37, да, уже слилось, да. Но здесь хорошо поддерживают фракийские пельтасты, они стреляют по второй кучке. И туда же генерал ходит. Заваливает, похоже, фланг. Да, 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 ты прав. Сейчас зайдет в тыл вот эта вся масса комиксов. Ну, вот смотри, осталось 27 человек в Фессалике. Тут френдли файер, мне кажется, тоже существенную роль играет. И плюс подбегают, смотри, пельтастеры уже у Карфагена и начинают дубасить в мясо. А по центру у нас тут, по центру, он прорывается, дырка в центре в Македонии, и сейчас генерал идет туда. И он, генерал сейчас сдохнет. Да, на эти фраги с пельтастерами. Генерал идет умирать. Да, генерал пошел умирать. Вот видишь, я тебе сказал, сомниты сдохли, а не сомниты, а сомниты остались, а Фессалейка сдохла. Ну, сомниты остались, 90 их осталось, а мячей в Тороксах в 115. Здесь мячей в Тороксах должны медленно докончить сомнита. Ну, да. Ну, с этой точки зрения, да, но не будем забывать о том, что основная мощь Македонии это ударка, и ее нельзя так вот сликать. Ну, да, да. Тем временем по всему фронту здесь идут, центр как-то исчез, как-то незаметно у Карфагена. Вот здесь на левом фланге Карфагена ужасно сыграл Диабло, он три юнита, посмотри, в кучке, на одном наемном, на одном знатном мечнике повисли, то есть 3 в 1 атака идет. И к ним сейчас в тылу заходит поздний, а нет, перерубит. Ну, не стал почему-то, да, потому что этот знатить все здесь сама перерубит. Эти три тоже там непонятно зачем что делают. У знати просто сумасшедший урон 59, да, это один из самых высоких, да, среди варварских мечников, по-моему. Атака, в смысле, да, атака перерубит 59, да, сумасшедшая. Выше только у фракийской знати. Ну, блин, опять как-то странно, вроде бы как все складывалось в пользу Карфагена. Ну, хотя мне кажется, а тем франк сейчас зарулит Карфаген. Ну, вот он уже зарулил этот фланг, но дело в том, что он оголил центр полностью, проспал одних фракийцев. Ну, и пехота, вся слилась пехота у Карфагена, ой, не Карфагена, а Македонии. Ну, остается еще ударки достаточно, в принципе, ты видишь, 50 человек остается в Фисалики, 3-23, а, вот генерал, где он пострадал, 47 человек в генерале осталось. Походу, его пельтостеры отпельтостировали. Да, да, ну, получается, вот эту часть боя выиграла половину, фланг выиграл один в Македонии, другой фланг зарулил Карфаген. Ну, а здесь по пехоте слишком сильная пехота остается, мне кажется, у Карфагена. Знатные воины, один. Но вот если бы Македония притащила прачников, она бы достреляла тут это все. Но прачников нету, достреливать нечем. Да, мне кажется, и фракийцев, если бы нормально реализовал Диабло, то фракийцы могут под 100 фрагов набить, в принципе, за бой. Тоже они могли все сделать. Тем более у этих наемных, а, хотел у них броня 75. Блин, неплохие ребята, кстати. Идет тут куча пехоты, кучка карфагенская пехота идет. Но мне здесь кажется, надо Диабло чуть-чуть отойти, перегруппировать. Да, да, нужно было вот так окружить и начинать со всех сторон бить, а он так... Реализовывать свою кавалерию, да, не идти на поводу Карфагена. То есть убегать нужно было за фракийскими пельтастами, а так вот эти натиски такие непонятные против кучек, они неэффективны. То есть легкая кавалерия добивает фракийцев. Ну, пехотный спон все-таки сыграл, да, по ходу за этих? Да, да, здесь сыграл. Но я считаю, что он сыграл именно потому, что не было стрелков для длинного кайта в Македонии. То есть возьми она вместо одного фракийца пару прачников и сохрани она их на конец игры. Здесь пара прачников, все бы тут расстреляли. Ну да. В принципе, согласен, генерал гоняется за легкой кавалерии, абсолютно бесполезная. Ну да. Ну, в принципе, шансы есть, ты смотри, вроде бы как выравниваются ситуации, тебе так не нравится? Габлицы держатся. Ну, здесь, посмотри, вот стоит полный юнит знатных бойцов. Кстати, а что он там втыкает, я не могу понять. Ну, что-то забыл про него, похоже, фрики, про этот полный юнит. То есть, если бы его не было, то, конечно, могла бы дурить Македония. Ну, сейчас вспоминает он про него и все. Услышал нас, ты прикинь. Да, и сейчас он притащит его и все тут вырежет. У него еще и, наверное, пилу мы остались на генерала. Возможно, да, судя по тому, что он в бою-то... Хотя он участвовал, на него же там три юнита насела, он их вырезал. Он был спокойно. Он, бабам, пилу мы, капец, генерал. В момент... Блин, ты смотри, сколько трупов осталось. Покажи, сколько там трупов осталось. Да, вот они, лошадки дохлые. Это все пилу мы. Ну, все, заходит, и он вообще здесь все зарешает. Но, мне кажется, боись, сам отдавал Диабло по большей этой своей части. Он начинал неплохо, и в этом я тоже очень неплохо с фланга начал атаку. Но потом как-то он недоконтролил центра, на другом фланге навалился там тремя юнитами на знатных бойцов. Ну да, зачем было рисковать Фессалик и заходить в самнитов, у которых натиска нет. Можно было спокойно заходить своими мечниками. Нет, у самнитов есть натиск. Он выше, чем у... Но он не такой сумасшедший, как у этих... Ну, это не ворожские, конечно, не ворожские мечи. Ну, нет, но я сам Берябнера тоже зашел, но надо было сразу же выдергивать. Зашел и сразу выдернул, а он там осталось и сдохло. Ну, ты посмотри, какие сумасшедшие цифры. За кого? За кого ты сейчас знаешь? За мечников карфагенских. Карфагенские мечники, то есть победитель. Ну, классические элита карфагенских мечей. Да, это наемные бойцы аривакские. 200 плюс, и они оба полностью целые. Самнит 192. Самнит, и обожаю этих ребят тоже. Они могут так нарубить. Ну, вот один Самнит слился 45, это тот, как раз в которого вошла Фессалик. Ну, наверное, он. Неплохо, кстати, показали этот живой щит из ливийских гоплитов. Обычно они там в районе 10 набивают, больше 10 не набивают, а тут все набили... 126 один, смотри, показали. Один 126, а это он до кого он добрался? Он, похоже, безнаказанно вырезал копейщиков-щитановцев, что ли? Либо, может, как-то без натиска, или он зашел при поддержке кавалерии, мне кажется, в этого фракийца. Да, фракийца, может быть, да, фракийского пельтаста. Что тут еще? Ну, замечательно опять ливийские пельтасты себя проявили, себя оправдали. Геройски проявила себя кельтская легкая лошадь, всех стрелков гоняла. Она лучше всех конди, больше, чем вся конница вместе взятая. Ну, потому что она была правильно разыграна, то есть он ее не использовал в бою кавалерийскому, он ее сохранил и потом гонял стрелков ей. То есть абсолютно правильно была использована легкая лошадь. Ну, карфагенская конница традиционно слилась, в этом ничего нового мы не наблюдаем. Да, в очередной раз, в очередной раз. Ну, а у Македонии, если посмотреть, что он вот две фисалики отыграл, а 98-93, генерал не сыграл, а 89 мало для элитной ударки, да? Ну, конечно, а она сколько стоит? Больше тысячи, по-моему? Да, да, она 1200, по-моему, стоит. Вот фракийцы не сыграли, один только сыграл. Вот если бы хотя бы вот эти вот два показали более-менее результаты, вот они должны за сотню уходить, ну или хотя бы в районе 100. Ну, не сотню они должны набивать, здесь только один сыграл хорошо, два, можно сказать, слились. То же самое можно сказать про пельтастов, один пельтаст замечательный, афракийский, и два слились. То есть вот это провал по фракийцам, он сыграл роль, что так лихо центр был уничтожен в Македонии. Да, он вообще исчез как-то в мгновение ока, да, разбился бой на два фланга просто. Вот копеечные щитоносцы эти, то есть тоже как-то, никакой роли они не выполнили. Они не задержали в квадратах натиски. Вот это как раз-таки, он не поставил их в квадраты, Диабло, да, играл за Македонию? Он не поставил их в квадраты, и они ничего не смогли показать. Ну, гаплиты, 20 человек только один гаплит убил. Ну, скорее всего, попали под натиск лечей. Это, в принципе, ожидаемо, наверное. То есть, в основном, ну, гаплитов сложные, главное, их задача простоять, чтобы... Ты бы что взял за Македонию против Карфагена? Да я бы здесь вот сделал, наверное, примерно то же самое бы, только я бы заменил фракийских бельтастов на фроне стрелков, там, четырех прачников взял. И хранил бы их, как, то есть, на конец игру, то есть, как говорит Страдомский стайл, в конце этими четырьмя прачниками, нудно достреливал. Ой, блин, да, знакомо мне это, не зря ты мне это напомнил, буду сейчас грустить. Слеза покатилась по щеке. Ну, потому что какой другой вариант за Македонию? По пехоте она однозначно сойдет тем более такой армии. А если через пики и побольше стрелков там взять или нет, или это не вариант? А здесь бельтасты, они эти пики расстреляют в упор. То есть, у Карфагена всегда будут эти, можно сказать, вот если посмотришь, вот сейчас в течение турнира в 90% случаев будут ливийские бельтасты. Ну, вот я записал бой, мне отправили, я его завтра выложу, там тоже бельтастеры, бельтастеры стандартно за Карфагена. Да, то есть, это такая... Причем, это не зависит от правил, было бы восемь мячей, и все равно были бы эти четыре пельтаста, потому что уж очень неэффективны, особенно когда против тебя кавалерийская фракция. Да. Ну, кстати, может быть, это с этим и связано, что берут этих пельтастов, потому что по большей части кавалерийские фракции? Ну, да, да, части, наверное, да. Ну, здесь слона, такой смысл против Македонии, слона-то брать, не надо кого-то с вами убивать. Или против Армении. Да, в основном здесь были бои против кавалерийских фракций. Ну, допустим, против лузитанов я бы, наверное, не брал пельтаста. Значит, мне они там нужны против лузитанов. Да, наоборот, лузитаны очень легкие, почти нету брони у средних мечников ихних. А, что, пора стреливать? Ну, если успеешь. Да, они могут неплохо. Там, Каплитов поставил в стену, и вот эти вот парни там закидывают. Ну, можно такой вариант. Ну, я люблю слона. Ну, слона против лузитанов рискованно, на мой взгляд. У них там все стреляющее. Ну, у них, да, могут быть лузитанские копейщики, еще и сабилки. Партизаны, партизаны. Да, и там кавалерия с пиломами есть у них. Конечно, могут быть. Контрабрийская. Ну, что ж, вот такой бой, да, 2-0. Выходит в следующий круг фрики. На этом мы прощаемся, наверное. Всем удачи, да. До новых встреч, наверное. Всем пока.